Такой клубок смотанных проводов рыбаки бы назвали просто «борода». Примерно то же самое происходит с леской, когда она запутывается. Висит все это добро на старой деревянной опоре, которых в Некрасовском большинство. Даже не специалисту видно, что линии электропередач нуждаются в модернизации. Нагрузка на них не шуточная. Совсем недавно в Некрасовском открыли новую ледовую арену. С ней по соседству стоит сельский клуб. Приплюсуем к ним базы отдыха, объекты соцсферы, да еще и уличное освещение. Киловатт набегает прилично. Весь этот мощный поток электричества бежит по оголенным проводам, которые висят на покосившихся столбах. Столбы, конечно, менять надо. Как рассказали в районной администрации, износ электросетей составляет 80%. Их содержанием до недавнего времени занимался местный многопрофильный МУП «Энергоресурс». Сил и средств хватало только на устранение аварий. Администрация приняла решение передать сети в аренду на 5 лет совместному предприятию областного правительства и МРСК-центра. У МРСК возможности другие позволят проводить модернизацию сетей, ну и, соответственно, вкладывать деньги в инвестиционную программу. К слову, не маленькие. На следующий год Ярославская электросетевая компания планирует вложить в развитие поселка 11 миллионов рублей. В чем заключается смысл работы? Это в комплексном подходе, значит, проведение модернизации элиты сетей и высокого уровня напряжения 60 кВт, параллельного, поэтапного, и сетей 0,4 кВт. Начнем, значит, модернизировать сети данного поселка, приводя их в современный управляемый вид. Ну и еще и то, что там потери в поселке Некраска достигают 40%, естественно, параллельно будем решать вопрос снижения потерь, ну и вопрос экономики. Провода заменят на современные изолированные. Установят железобетонные опоры, смонтируют новые подстанции с умными счетчиками. На улицах вместо ламповых фонарей появятся энергосберегающие светодиодные. Модернизация идет в рамках областной программы энергоэффективности. Программа реализуется без привлечения бюджетных средств. Сетевой комплекс поселка будет поэтапно модернизирован на основе современных энергоэффективных технологий. Модернизация сетевого комплекса позволит обеспечить потребителям качество и надежность подачи ресурса. Подобный опыт у компании уже есть. В таких городах, как Переславль-Залезский, Любим и Мышкин, электросети почти полностью обновили. Заменено 200 километров проводов, построено 70 новых центров питания. Более 2000 светильников нового поколения экономят не только электроэнергию, но и деньги в местных бюджетах. До 6 миллионов рублей ежегодно. Павел Волков, Евгений Бушуев. День в событиях.